Петерикова Елена Викторовна, Квитка и Пасхалов, страница Клеписки. Добрый день, спасибо за возможность участвовать в этом веке. Я очень рада всех приветствовать. И начну с того, что уже дочитаю один документ целиком, поскольку он привел мое внимание во время работы в архиве музея, нынешним называемого Российским национальным музеем музыки, это бывший музей глины. Директору Государственного института музыкальной науки Москва, желая выехать из пределов УСССР и перенести свою научную деятельность в РСФЦР, прошу вас, имейте в виду это мое решение на случай, если в настоящее время имеется возможность или таковая возможность предвидится, перейти на службу в одно из соответствующих научных учреждений РСФСР в каком бы то ни было пункте. Прилагаю 15 моих печатных научных работ, каковы и прошу не сдавать в библиотеку гимна, а передать после вашего с ними ознакомления в то столичное или провинциальное учреждение, в котором может оказаться место для моей научной работы. Заведующий кабинет музыкальной и этнографии Украинской Академии Наук, Климент Квитко, 15 сентября 1929 года. Документ этот удивил меня немножко тем, что он не соответствовал моим представлениям, ну не полностью соответствовал моим представлениям о том, что как Квитко, собственно, как статус переезд Квитки в Москву. Мои представления сажились в том числе по большинству печатных работ, в которых в момент переезда был описан таким образом, что главным мотивом отъезда Квитки было начавшееся гонение на музыкальных и нографах вообще, и в частности на украинских националистах. И лишь в одной из публикаций, в статье Иваненко, материал о биографии Квитки, это в конце второго тома из Дорога Квитки, мне удалось найти такую фразу, что в объезде из Киева Квитко стал подумать уже в 1930 году, и тогда же начали переговоры с Баку. Ну, как выяснилось в процессе изучения, вот три писки Квитки и Пасхалова, и эта информация тоже не вполне точна. Из писем Квитки, Пасхалова и Пасхалова Квитки, в свидетельстве, что идея о переезде из Киева и смене места работы, а порой и даже смене виды деятельности, занимала Квитку еще задолго, до начала 1930-х годов. В письме от 17 мая 1926 года мы читаем, я беспрерывно думаю о совершенном уходе в Украинской академии и обоставлении Киева. По большей части переписка Квитки с Пасхаловым посвящена именно этой теме, и она раскрывает различные этапы, которые ученый обдумывал, переживал, начиная с 1926 года. И вот в этом процессе активную участие принимает Вячеслав Викторович Пасхалов. Он выступает в роли советчика и в роли координатора, и отчасти даже, мне кажется, его можно считать и инициатором переезда Квитки. В своих письмах Пасхалов не раз рассказывает мысль об отсутствии в Москве специалистов уровня Квитки. Монографии «Сторожок» Климент Квитка, человек-видовок-ученый, который был издан в Киеве в 1998 году. Эпизод с переезда в Москву также описан не совсем точно и очень механично. Процитирую «Сторожок». Со 2 февраля по 11 марта 1930 года Квитка находился в ГПУ в Киеве. Летом 1931 года, после тяжелых и несильных проработок на заседании по графической комиссии Украинской Академии Наук, его увольняют с работы. Он обращается к Пасхалову и летом 1933 года переезжает в Москву и начинает в консерватории читать курс музыки народных СССР. Однако из писем, которые я изучала, следует, что Квитка продолжала работать в Академии Наук вплоть до дня своего отъезда из Киева в 1933 году. По крайней мере, 3 мая 1932 года, то есть уже спустя более года после его возвращения из ГПУ, он сообщает Пасхалу. Препятствия будут заключаться, несомненно, не в том, что меня в вакууме примут, а в том, что они будут отпускать из Киева. Вполне выяснилось, что руководящая партийная группа нашей Академии в настоящее время против ухода даже тех сотрудников, работа которых получила низкую оценку. И обращался к Квитке при переезде в Москву уже вовсе не к Пасхалову, как отмечается Торожу, поскольку Пасхалов находился в то время, в 1933 году, в Азербайджане. И на тот момент уже несколько лет не работал ни в консерватории, ни в Государственном институте музыкальной науки, ни в Ленинской библиотеке. Поэтому он никак не имел возможность помочь Квитке в переезде и в трудоустройстве. А обращался к Квитке уже к профессорам консерватории К Иванову Боревскому и Гальдемийзе. Следующий слайд. Ну, это вот институт государственного института музыкальной науки, который существовал в десятилетии в Москве. Первое его здание находилось на Большом дне Тортии. Следующий слайд. И несколько слайд. И несколько слайд о Вячеславе Викторовиче Пасхалове, которые, в общем-то, не настолько известны. Даже вот как-то сфотографией мне не очень повезло. Но идти оказалось очень сложно. Сторожок, опять же, называет его одним из друзей Квитки в сороковые годы. Правда, она ошибается в своем монографии в его имени. И вместо Вячеслава называет его именем отца Виктора. Цитирую. В 1940-е годы самыми близкими для Квитки были его жена Галина Кащеева Квитка и Виктор Пасхалов. Ну, теперь мы знаем, что не Виктор, а не шла. С последним Квитка был в дружеских отношениях еще до переезда в Москву. И дальше Сторожок рассказывает историю о том, как Квитка и Пасхалов любили прогуляться в 40-е годы по Дверскому бульвару, где они, как полагали, могли обсуждать свои волоющие вопросы без лишних ушей. Краткие сведения, которые вы видите, биографические о Пасхалове, были собраны мной на основе архивных документов Московской консерватории Аргалии и Удей и Удей. Уточнение некоторых сведений, вот здесь у меня указано, что в 1927-1929 год Пасхалов был доцент у Московской консерватории, который почитал по секции по музыкальной иконографии. Из материалов личного дела в архиве Московской консерватории следует, что он был принят в 1927-м году, однако уже в 1928 году ему был поставлен диагноз, и врачи рекомендовали отъехать на юг, и поэтому уже с сентября 1928 года его в этой должнице замещал Никольский. А из одного письма следует также уточнение, Пасхалов пишет квитки, что уступая настойчивой просьбе музыкально-сентрического факультета в нашей консерватории взять на себя лекции по музыкальной этнографии, я начну работать в консерватории со второго полугодия. Я боюсь, что по слабости здоровья не справлюсь с этим делом. То есть фактически получается, что он читал лишь всего один семестра в курсе, второй семестр в 2027-м учебных годах. Следующий слайд, пожалуйста, это слайд. Я намеренно оставила его без текста, потому что... А, нет, следующий меня есть. Он как-то пустой у меня, потому что с одной стороны... Следующий, Павелич. С одной стороны мы считаем, что в общем-то краткую биографию квитки мы себе представляем, а еще к тому же я люблю такую фотографию из нашего архива, случайно она была обретена недавно. Такая очень домашняя и неофициальная. А с другой стороны, архивные документы еще скрывают так много информации, с помощью которых можно будет составить и как бы заново написать эту биографию, потому что оказывается, что даже то, что мы знаем, оно не всегда в 70-е, 80-е, 60-е годы, при публикации, оно не всегда было высказано так, как оно должно быть. То есть, речь идет не о том, что мои пришедники делали ошибки, они просто сознательно какие-то факты замолчивали, какие-то просто чуть-чуть меняли. И не знали больше. Ну и, конечно, многого не знали, да. Так, например, вот при чтении уже известных биографий квитки, мне после знакомства с перепиской уже было так немножко скептически относиться к таким высказанным примером, Ванин пишет, о том, какие же были благоприятные условия, которые сопровождали работу квитки в Киеве. А главным мотивом ее приезда в Москву Ванин называет стремление изучать фактем народа в СССР. И Анна Васильевна Руднина тоже вспоминает Климента Васильевича и, конечно, справедливо, восхищаясь его невероятной работоспособностью, приводит изобретенное квиткой слово «работа-радостность». И дальше аксессирует Анна Васильевна. Так хорошо и верно определяющий наш советский стиль в труде. Пасхалка Квитка, надо сказать, в 20-е годы определяю советский стиль в труде совсем другими эпитетами. Приведу несколько фрагментов из песен Квитки. Подном из них он сетует на чудовищные неблагоприятные условия работы. Я изнемогаю и теряюсь массе разнообразных обязанностей, непозволительно все запускаю и вечно терзгаюсь о знании недостаточности своих сил. Организационная сторона работы, постоянные неприятности и столкновения, связанные с отстаиванием интересов музыкологии, этой музыкологии в общей системе научной работы на Украине, совершенно измучили ему минионравство. Вдолит ему и пасхалок. В наше время, вот и в наше время, можно переместить сейчас, самому маленькому работнику предъявляются очень большие требования. И жизнь каждого учреждения протекает под знаком невообразимой бесполочи, суеты и перегрузки. Я только теперь ясно представила себе, что русская этнология и мартирология – синонимы, и что пределов этому нашему мученицу не предвидится. Сколько лет прошло. А вот еще не так, что у вас немало изменилось. Так, но какой-то хронический героизм людей науки, конечно, не лепит. Ваши труды, многоуважаемый Климент Васильевич, также являются результатом такого героизма. Единственное утешение – это сознание нашей интеллигентской живучести. Она, как это ясно показал в период гражданской войны, ничем не отличается от кошачьей. В общем, переписка их чрезвычайно интересная. Началась она как деловая. Пока непонятно, кем она все-таки была инициирована. Возможно, Институтом музыкальной науки или кем-то из адресатов. А вероятно, это произошло после участия Квитки в первом социализованном съезде фрактлористов, который прошел в Москве в декабре 1924 года. Но довольно быстро, надо сказать, тон их меняется на дружеский. И уже в 1927 году обращение многоуважаемого, а город сменяется на дорогой. И обсуждаемый характер наносит не только профессиональный, но и личный характер. Виктор искренне делится с Пасхаловым своими сомнениями, терзаниями, проблемами. Мы видим, что они действительно становятся друзьями. Друзьями по переписке на долгие годы. Личную встречу, несмотря на выпадающее время от времени, случаи в Москве, в Тифлисе, в Кисловодске им никак не удается организовать. Пасхалов пишет Квитке. Надеюсь, получать весточки от товарищей по науке и по недугам. Аналогия между мной и вами в этом последнем отношении до жуткости полная. Квитка отвечает ему. Именно потому, что я почувствовала теплоту, уверение, дружность, интимность. Я не мог делиться с вами самим переживанием за эти месяцы. Вы для меня стали близки. Каждый раз, когда я брался за перо, чтобы писать вам, мысль вырабатывала формулы, которые меня самого упугали. И, конечно, было бы неэтично давать волю подобным изъявлениям. В общей сложности в переписке 50 письм. Это 23 письма Пасхалова и 27 писем Квитки. Письма Квитки более подробные и более пространные. Но в них сказано стиль, ученый стиль, в том числе и работ Квитки. Этих писем Квитки сохранилось больше. Очевидно, было бы благодаря супруге Пасхалова, которая передала архитмуза целиком. Основными вопросами, которые они обсуждают, это первый, как я уже сказала, вопрос переезда и смены места работы. И вот хочу процитировать, как Пасхалов приглашает, в кавычках, Квитку в Москву. От председательского пресла в этой секции гимна мне, к сожалению, избавиться не удается за неимением преемника. Вот если бы мы жили в Москве, я охотно уступил бы это кресло вам. Квитка отвечает на это. Ему, напомню, в это время 48 лет. И он вдруг пишет о том, что он хотел бы сменить исследовательскую деятельность на педагогическую. Цитирую. Что касается затронутого в вашем письме вопроса о моем участии в вашем деле преподавания основ музыкальной этнографии московских учреждений, то препятствий этому со стороны моих чувств и принципов нет. Так как я не привязан к Киеву, прекрасно сознаю, что научный долг обязывал бы меня переехать в Москву, где масса учащейся молодежи различных национальностей жадно впитывала бы те скромные знания, которые я мог бы ей передать. И, наверное, нашлись бы между этой молодежью единицы, которые помогли бы мне собрать материалы по некоторым намеченным мною вопросам общего музыкально-этнографического характера. Но я хорошо знаю, что в Москве, собственно, и сейчас, при скромных средствах невозможно найти квартиру. Так что вопрос этот решается отрицательно по одной этой причине. Но дальше они обсуждают это очень долго и подробно. И надо сказать, что Квитка вообще-то не хотел ехать в Москву. Он хотел переехать в город, как он пишет, более теплый, чем Киев, и тем более, чем Москва. Он умиревался, вел переговоры в Баку, мечтал также об Одессе. Но обстоятельства, видимо, сложились так, что пришлось все-таки ему ехать в Москву. И тоже все-таки документов по этому моменту пока мне неизвестно, не хватает. Почему все-таки он поехал именно в Москву? Кроме того, они в письмах обсуждают новые публикации, обмениваются изданиями. Квитка присылает свои статьи, опубликованные рецензией пасхалов, пересылает многие свои издания гимна. Они обмениваются библиографическими списками. И одна интересная, актуальная для нас сейчас тоже тема, она возникает в переписке в связи с тем, что Квитка получил запрос из Берлина от Хорн-Гостеля относительно валиков линьёвых и относительно валиков, которые в тот момент были у Квитки. Это в 1925 году. Пасхалов пишет следующее. Что касается намерения профессора Хорн-Гостеля приобрести для Берлинского архива фонограмм в валики линьёвой, то я ни минуты не сомневаюсь в том, что почтенный директор архива имеет в виду копии с этих валиков, а не самые валики, так как мы хотя и варвары, но не настолько, чтобы кому бы то ни было продавать наши научные сокровища. Коллекция линьёвой, состоящая из 430 валиков, находится в так называемом государственном этнопарке, конечно, в зимнем помещении. Видимо, Хорн-Гостель задавал вопрос об условиях хранения этих валиков. Условия хранения отличные, опись составлена. Но ввиду того, что гимн не имеет ни одного чистого валика и не имеет средств на их приобретение, я лично склоняюсь и предложить Берлинскому архиву фонограмм высадить нам 430 чистых валиков, которые послужат для копирования валиков линьёвой. Квитко поясняет в следующем письме, что на самом деле Хорн-Гостель больший интерес проявлял к валикам самого Квитки и хотел получить на копирование именно их. И вот что Квитко на это отвечает. Я не решаюсь послать свои фонограммы за границу, прежде всего, потому что уверен в том, что на таможенном досмотре их испортят. Как испортили фонограф и паралограф, выписанные из-за границы нашей академии. Вопрос мне представляется крайне трудным, так как, с одной стороны, исследовательская работа над оригинальными фонограммами нежелательна, ибо для оригинальных снимков употребляются валики из мягкой массы и фонограммы быстро стираются. Получается невыгодная мена памятника живого звучания на мёртвую графическую запись. А с другой стороны, копии при современном уровне техники неадекватны оригиналу. И по каме я воздерживаюсь от копирования, а также от демонстрирования фонограмм и записывания с них. Я ожидаю усовершенствования техники. И мне было бы очень важно знать, как у вас разрешается вопрос, имеется ли уже в Москве лаборатория для копирования, или только проектируется. И Пасхалов на это, только поскольку Институт музыкальной науки фактически не финансировался за все 10 лет своего существа валенок, отвечает, конечно, что задетый вами больной вопрос о копировании валиков, конечно, не может быть разрешен нашим учреждениям, лишенным надлежащих денежных средств. Тем не менее, я поставил гимну требования о том, чтобы аппарат для перевода фонограмм из одного валика на другой был непременно сконструирован. Но требования, я думаю, осталось требованием. Но еще много всяких интересных и важных вопросов, которые они затрагивают, в том числе обсуждают и момент закрытия гимна, Пасхалов называет его разгромом, и гонение на музыкальную этнографию. И, в общем-то, все эти... Также узнаем какие-то мы подробности о собирательской деятельности, квитке в 20-е годы, и обстоятельства его личной жизни, условия его быта. В частности, о том, что... Конечно, вот в этом возрасте, что уже в 48 лет, его больше всего волновал вопрос сохранения здоровья для возможности дальнейшей работы. И, в общем-то, Лена, можно вот дальше там... Следующий? Да. Тут вот то, что как бы это квитка о долге, это все, что должен научный сотрудник, это... А следующий слайд, это о том, что он хочет на самом деле, вот можно как объявление такое, еще скромные позиции в учреждении, где я мог бы быть рядовым сотрудником и отвечать только за свою личную работу. И, в общем, это мысль, она практически в каждом письме, да, что он и в Москву поэтому не хотел ехать, потому что ему предлагали должность заведующего. А он говорит, не хочу я ничем заведовать, ничего организовать, отвечать лишь за свою личную продукцию. На что вот ему пасхалов-то и ответил. К сожалению, я считаю, по-моему, следующий слайд, считаю, что это ваша мысль невозможна, да, потому что вот в наше время к самому маленькому работнику предъявляются очень большие требования. Ну и в качестве завершения я покажу, что, конечно, вот изучение этой переписки позволяет дополнительно уточнить и где-то скорректировать сведения о жизни и о деятельности и не только Квиткина, и Пасхалова также. И расширить в целом наше представление о том, как происходило развитие отечественной музыкальной теографии в этот период. Кроме того, личные эпизоды переписки, они раскрывают, конечно, черты, интересные черты в портрете Квитки человека, который, как известно, в личном общении был очень закрытым. Ну и, конечно, поражает вот эта удивительная современность и актуальность многих вопросов, которые обсуждались, как называют, вот Пасхалова предлагает такое определение этномузыкознавцы, которые этномузыкознавцы обсуждали в 1920-е годы. Спустя почти столетия мы сталкиваемся, в общем, с теми же трудностями и препятствиями. И у нас обсуждается сокращение штатов, закрытие научных центров по лаборатории, вопросы небрежности и дилетантизма в ученой среде. Мы обсуждаем проблемы сохранения поливых материалов, копирования, померения, описания и так далее. Спасибо большое. Потому что она, конечно, очень актуальная, и я надеюсь, что комментарий к ней будет большой. И требования. Требования там все возникнут. Но на самом деле, надо сказать, что переписка же, китки, которая хранится в музее Клинки, она достаточно обширна. И вот когда я знакома с этой перепиской, сразу становится очевидно, что даже публиковать ее отдельно не стоит. Нужно изучить как бы вкупе вот все, что происходило, чтобы просто попытаться понять и поставить наиболее четкую картину. Потому что все, что пишется, оно, ну, или писал в 20-е годы, понятно, что не могло писаться открыто. И вот вбрасно это, конечно, лично. Это следующий капной. Для кого-то может быть иначе было. Скажем так. Вот. Но это просто настолько важный материал и наполняющий нашего основоположения, так сказать, наделяющий его определенными другими, что-то таки. Поэтому, надеюсь, мы его соберем, этот сборник. Идем. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос можно? Я хотела спросить. В Казани Национальном архиве Республики Татарстан есть фонд Пасхалова. Удалось ли вам с ним познакомиться? Это отец. Пасхалов отец. Да. Ну там, а вообще фонд вы смотрели? Нет, нет. Нет, да, просто... И в Казани Национальном архиве Республики Татарстану И второй вопрос, это такой, прозвучало, наверное, как все, мы, может, потом как-то обсудим. Потому что для нашего института проблема копирования фонографических вариков это очень большая больная проблема. Если кто-то что-то хочет поделиться в этом плане... Ну, на кругу учителя. Да, да, я вам просто подожду.